Тем временем новый скандал вокруг сайта Миротворец. С его создателями готовы судиться даже украинские журналисты в защиту своих коллег, оказавшихся в опасности просто потому, что редакции, в том числе киевские, по всем правилам аккредитовали своих для работы в Москве. Репортаж Юлии Ольховской. Почти 50 страниц, на которых 293 фамилии журналистов украинских, европейских, американских, ближневосточных, азиатских. На скандальном сайте Миротворец опубликовали новые списки. Теперь в них не только фамилии и номера мобильных телефонов, но и домашние адреса представителей прессы. Сайт, возобновивший свою работу неделю назад, на этот раз во враги украинского народа записал и тех, кто никогда не был ни в Донбассе, ни в принципе на Украине. Например, корреспондентов сирийского агентства САНА. Это повидко забугать. Но они забывают одну. Журналистам нельзя забугать. Журналист — это не политик, это не военачальник. Журналист — это у него одна задача — это говорить правду, объективно передать информацию о происходящем. Это раз. Второе — это противоречит всем международным законам. Как оказалось, создатели Миротворца просто скопировали данные представителей СМИ, аккредитованных при российском МИДе. Теперь все иностранные журналисты, которые работают в России, независимо от своих взглядов, на украинском сайте названы пособниками террористов. Публикацию персональных данных осудили уже даже главные спонсоры Украины — Госдеп и Евросоюз, а также сами украинские журналисты. У них к курирующему ресурс депутата Верховной Рады Антону Герасченко накопилось много вопросов. Вы народный депутат. Вы, я не знаю, являетесь ли еще действующим советником министра МВД. Когда вы это поддерживаете, у моих иностранных коллег возникает вопрос, а является ли это позицией государства? И мне звонили коллеги из Германии, а значит ли это, что нам закрыт теперь въезд в Украину? А что делать людям, которых публикация этих данных застала в зоне АТО? Общество должно знать в лицо всех тех солдат информационно-пропагандистской войны Российской Федерации, а также некоторых иностранных журналистов, которые приезжали в Донбасс, получали деньги от Путина и его пропагандистской машины для того, чтобы и уничтожать украинское государство. Присутствующий в студии телешоу журналист немецкого канала «ЦДФ» Дарк Люстик смотрел на депутата Герасченко, мягко говоря, с недоумением. На его вопрос, какой ущерб Украине может нанести сюжет про Рождество в деревне, ответа так и не последовало. Это, конечно, колоссальный международный скандал. Я себя не читаю террорист. Я не читаю себя террорист, если на Рождество, по минус 30 градусов, я бил по Тилу Вайск, и мы делаем репортаж от монастыря, там, где отец спевал украинские песни на Рождество, и мы это показали, не только в Германии, по всем мирам. Я не читаю этот террористический акт. Удивительно, но чем чаще критикуют сайт, тем больше на нем появляется списков с фамилиями. Кураторов не волнует не то, что они подвергают жизни людей опасности. Данные убитого журналиста Олеся Бузины тоже были номеротворцы. Не то, что сам факт публикации фамилий является нарушением закона Украины о персональных данных. Появляются огромные массивы данных на людей, которые сопоставимы с базами Министерства внутренних дел по прописке людей. Это говорит о том, что, скорее всего, материалы они получают именно по протекторату Министерства внутренних дел. Без суда, без следствия, любой из проходящих мимо злых людей, который посчитал, что вы сегодня ему не так улыбнулись, может занести вас, как своего личного врага для сведения личных счетов. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посчитал нужным публично показать, что он поддерживает скандальный ресурс. Разместил соответствующую картинку на своей странице в Фейсбуке. Глава представительства Евросоюза Ян Тамбинский и посол Германии на Украине Кристоф Вайль сегодня в очередной раз потребовали у Авакова не только удалить данные сайта, но и обеспечить защиту всем представителям прессы, имена которых оказались в списках. А украинские журналисты теперь намерены судиться с создателями миротворца. В числе журналистов, чьи персональные данные были обнародованы, четыре украинских журналиста. Среди них корреспондент украинских новостей Кристина Будко, а также корреспондент информагентства «Униан» Роман Цымбалюк, который прославился острыми вопросами к Владимиру Путину на пресс-конференциях российского президента. Агентство заявляет, что сайт «Миротворец» нарушил закон, опубликовав персональные данные журналистов, а также оговорил их и подверг их жизнь опасности, назвав лицами, сотрудничавшими со страной-агрессором. Тем временем на волне возмущений работа ресурса «Миротворец», похоже, стал новым источником дохода для коррупционеров. Некоторым фигурантам списков, как сообщают в прессе, уже звонили с предложением убрать фамилии сайта за вознаграждение 5000 долларов.